Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, ведущий Олег Бурылов. Сегодня у меня короткие новости о деле Ромея Шамсуддинова. 1 октября суд рассмотрел ходатайство. В частности, была приобщена рецензия саратовских специалистов о том, что следует провести новую психолого-психиатрическую экспертизу. Я вам напомню, что недавно была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая в институте именно сербского в Москве, которая заявила о том, что Ромея Шамсуддинов вменяем. Но там были неточности и довольно-таки серьезные. В частности, решение вот этой экспертизы принимал психиатр, а должен был принимать психолог. И вот саратовские специалисты указали на это, и вот данная рецензия была приобщена к делу. Так что, возможно, возможно, суд учтет ее, и, возможно, будет проведена уже дополнительная психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме того, по делу всего проходят 10 пострадавших, 8 убитых, получается, ну и их родственники, и двое раненых. И 7 человек подало иски по возмещению морального вреда. 5 человек подали иски по 3 миллиона рублей. И жена старшего лейтенанта Пьянкова, который, по словам Рамиля, больше всего издевался над ним и обещал его изнасиловать, подала иск на 5 миллионов рублей. И жена капитана Евсеева подала иск на 16 миллионов 730 тысяч рублей. Почему она так оценила жизнь своего мужа, я не понимаю. Видимо, жизнь офицера почему-то в России стоит дороже жизни солдата. Я так лично понимаю. Хотя, по идее, все мы равны, по идее. Но, получается, видите, жизнь офицера в российской армии стоит намного дороже жизни солдата. Вот так получается, друзья. Что еще интересного? Отец Рамиля Салимжан Шамсуддинов написал, что его сын Рамиль содержится в СИЗО номер один города Чита. Ну, по его словам, у него все хорошо. Ну, как хорошо? Как может быть хорошо у человека, который сидит в СИЗО? Сравнительно хорошо. То есть, не зря же власти, даже власть приравняла один день отсидки в СИЗО к полутора дням отсидки в колонии общего режима. Друзья, вот так. То есть, там, по идее, условия, конечно, ужасающие в СИЗО. Но, как говорит Рамиль, у меня все-таки все хорошо. Это еще раз подчеркивает о том, что этот молодой человек мужественный. Что еще интересного? 29 октября будет сформирована коллегия присяжных заседателей. И 29 октября уже начнется, так скажем, основное слушание по этому делу. Друзья, я буду держать вас в курсе событий. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. Спасибо всем, кто поддерживает Рамиля Шамсудинова и его отца Санимжана Шамсудинова. Спасибо большое. До свидания.